Слава Богу за эту возможность быть в Доме Божием и вспоминать те события, друзья, которые произошли когда-то на этой земле почти две тысячи лет тому назад. Вот именно в этот день, в день воскресный, в день Пятидесятницы написано, что все были вместе, друзья, все вместе были единодушны, о Церкви написано. И хотя сегодня по известным всем нам причинам мы не можем быть все вместе в Доме молитвы, друзья, но мы можем и должны быть в единодушии, в одном духе. Мы сейчас будем об этом молиться, друзья. Мне кажется, почему Первая Церковь, они в этот день были вместе, друзья, почему? Потому что Господь обещал им нечто передать, нечто дать, и Он говорил, будьте вместе, ожидайте, я приду и нечто дам вам. И Церковь ожидала, друзья. Сегодня тоже мы, даже если мы не можем быть вместе, но, друзья, мы должны быть в единодушии, ожидая, что и сегодня также Господь имеет что-то дать каждому из нас, что-то сказать, что-то передать, какую-то духовную пищу преподать нам, для того, чтобы мы действительно были Его народом, Его телом, Его Церковью. Пусть Господь благословит и нас сегодня, чтобы в этом дне, в воскресном служении вечернем, мы могли прославить Его имя достойно. Помолимся об этом. Господь и Бог наш, сердечно благодарим Тебя за то, что еще раз в нашей жизни мы можем вспоминать те события, когда Ты по-особому действовал на земле, по-особому действовал в Церкви, среди народа Твоего, созидая, образуя Церковь Твою. Господь, благодарность Тебе за то, что Ты каждого из нас возлюбил и привлек Тебе Духом Твоим Святым, за то, что и в нашей жизни Ты действуешь Духом Твоим Святым, за то, что нас привлек в тело Твое, в Церковь Твою. И в этот час Ты хочешь еще нечто сказать нам, нечто дать нам, Господь, чтобы мы могли быть действительно народом Твоим, чтобы мы действительно могли идти путем Твоим, чтобы мы действительно могли слышать голос Твой. И в этом сегодняшнем служении, чтобы Ты укреплял и действовал Духом Твоим Святым в сердцах наших. Мы просим, чтобы Ты благословил в этом вечернем служении народ Твой, всех слушающих, всех служащих Тебе, чтобы Ты благословил поющих, благословил молящихся, благословил особо братьев, возвещающих Слово Твое, Господь. Все это просим во имя Иисуса Христа, чтобы это общение было во славу Твою и чтобы Твое имя было прославлено. Да будешь Ты возвеличен и прославлен во всем этом служении, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Красота, Иисус, осветись во мне, чистота и любовь проявись вполне. Дух любви, огня и огня, оживи меня и меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Пусть увидят во мне красоту Христа, всю Его чистоту и любовь всегда. О, Дух Божий, приди, все во мне измени, пусть увидят во мне красоту Христа. О, Дух Божий, приди, все во мне измени, пусть увидят во мне красоту Христа. Дух Святой, Утешитель, живи во мне, Благодать и обитель Твоя во мне, Чтоб я плод приносил, И Тебя я любил, И вечерю со мною Ты разделил. Чтоб я плод приносил, И Тебя я любил, И вечерю со мною Ты разделил. Пусть душа с торжеством им хвалы поет, Славя имя Христа им одним живет, Чтобы имя Христа прославляли уста, Чтобы пела душа им хвалы всегда. Чтобы имя Христа прославляли уста, Чтобы пела душа им хвалы всегда. Оглянемся, друзья, на прожитые дни, В свете Слова мы путь свой проверим, Ожидает нас встреча с Христом впереди, Если Слову Святому поверим. Эта встреча уже очень близка, мой друг, Жизни признаки верно вещают, Во мгновение ока увидим и вдруг Иисуса, Что ныне прощает. Дать отчет перед Ним Он потребует с нас За дела все и тайные мысли, И не скрыться тебе от тех огненных глаз, От очей его светлых и чистых. И тогда твой Творец, как забытый рассказ, Возвратит тебе прошлые годы. И увидишь ты вновь, сколько множества раз Был спасен ты на жизненных водах, Что Господня рука поддержала тебя, В дни борьбы со грехом в искушениях, Что прощал Он тебя, утешая, любя, Поднимая из грязи падения. И в дом пира тебя снова Он приглашал, Одевая в святые одежды. И трапезу любви Он с тобой разделял, Оправдав твоей жизни надежды. Ты увидишь, мой друг, Дни пусты к череду, Что не заняты были делами, Их большое число Будет в каждом году, Как свидетель пред Богом и нами. Ты увидишь и тех, Кого здесь не простил, В этой жизни суровой и трудной. И увидишь, кому ты при случае мстил, Набросав оскорбление груды. Ты других обвинял за ошибки порой, Вынося суд суровый и строгий, Но не видел вины никогда за собой. Фарисеем был истинным, гордым. Может, в жизни своей Совершал чудеса, Утешаясь, что этот Бога Только заперта дверь для тебя в небеса. Без любви то не Божья дорога. И божественным светом Осветит сам Бог Тайны сердца и все помышления. Обнажиться, что сделал, И чтоб еще мог, И к чему твои были стремления. Оглянемся сейчас, чтобы не опоздать, Есть возможность исправить, наладить, Чтобы слезы потом у дверей не ронять, Бог дарит тебе день благодати. Ведь на небо войдет только тот, кто готов, Кто и в слове, и в деле был верен. Послушание, кто ставил превыше даров, Тот прибудет у Бога на небе. Аминь. Вот собрались мы снова В этом храме святом, Наше сердце готово Для общения с Христом. Там, где двое и трое Собрались прославлять Его имя святое, Будет Он пребывать. Мы желаниями жаждой Все приходим сюда И находим здесь каждый Благодать у Христа Здесь в молитвенном доме Ближе неба врата Слышен всем нам знакомый Тихий голос Христа Мы с Тобою едины Мы припалим стопа Чтобы звать Твоим дивным Драгоценным словам Голос пастыря ясный Нас любовью зовет Там, где пожить прекрасно В тишине чистых вод Вот собрались мы снова В этом храме святом Наше сердце готово Для общения с Христом Там, где двое и трое Собрались прославлять Его имя святое Будет Он пребывать Дорогие братья и сестры Я вас всех приветствую Поздравляю с этим праздником Сошествие Духа Святого И хочу сегодня вместе с вами Порассуждать на эту тему И я думаю, что я Скорее всего не скажу уже ничего нового Потому что даже в этот день Я думаю, кто смотрел, слушал проповеди То уже много было сказано на эту тему И возможно я буду что-то повторять Но, тем не менее, мы порассуждаем И посмотрим на это событие Я хочу сказать о том, что Дух Святой Мы читаем в Писании И Писание нам открывает Что Он сходил на людей И в Ветхом Завете Но это было совершенно Другого рода или другого качества Сошествие Духа на людей Но мы видим, что при помощи Духа Святого Когда люди были Под воздействием Духа Святого То они побеждали животных Животных, которые были гораздо сильнее их Они побеждали большое количество врагов Они говорили от имени Бога Пророчества И эти пророчества сбывались Мы видим, что под действием Духа Святого Происходили такие чудесные вещи Которые люди переживали в своей жизни Но в этом событии что особенного Что Иисус Христос, еще живя на земле И когда Он общался с Своими апостолами Учениками, то Он им обещал Нечто новое Нечто более лучшее Потому что мы читаем В Евангелии Иоанна 14 глава 16-17 стих сказано Такие слова Иисус Христос говорит Иисус Христос говорит о том Что когда Он пойдет к Отцу Когда произойдет Его вознесение То Он пошлет другого Утешителя И само название или имя Утешитель Оно говорит само за себя Что Он будет утешением для апостолов Для учеников Иисуса Христа Но также Он говорит тут Хорошую, ну или такую важную вещь Что Он будет с вами вовек пребывать Если в Ветхом Завете Временами Дух Святой сходил на людей И люди делали какие-то дела Которые повелевал им Господь То здесь Иисус Христос говорит о том Что этот Дух Святой сойдет И пребудет с ними вовек А для чего? Что Он будет делать Если Он будет пребывать с ними вовек? Об этом апостол Иоанн Евангелист Иоанн говорит далее 15 глава 26 стих Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам От Отца, Дух Истины, который от Отца исходит Он будет свидетельствовать обо мне А также и вы будете свидетельствовать Потому что вы сначала со мной Работа Духа Святого Или одно из действий Духа Святого Это Он будет свидетельствовать об Иисусе Христе Но Иисус Христос также апостолом говорит Что и вы будете свидетельствовать обо мне Потому что вы от меня Далее в 16 главе 5 стиха тоже сказано, 16 глава 5 стиха. Иисус Христос снова говорит о том, каково будет родозанятие Духа Святого, и это занятие будет через апостолов. Каким образом он обличит? Через апостолов, через учеников Иисуса Христа. Но это все было, эти события все были до смерти и воскресения Иисуса Христа. И за это время вы можете себе просто так вот представить мысленно, что пережили за это время ученики Иисуса Христа. Эти страшные, ужасные события, когда Иисуса Христа взяли, когда распили, когда Он был погребен, потом эта ложь после Его воскресения, когда пошли и распространили эту ложь о том, что Его украли и так далее. Я думаю, что это было такое очень смутное время. И в умах апостолов, учеников Иисуса Христа тоже было смятение. Потому что их учитель, который они считали, что вот уже вот-вот должно наступить Царство Божие, и вдруг его взяли, и он, ну, может быть, кто-то из них думал, что он оказался слаб в этот момент. Я не знаю. Но я думаю, что разные мысли посещали этих людей вот в это время. Ну вот наступает этот праздник, праздник День Пятидесятницы. Возможно, к тому времени уже успокоилось и внутреннее вот состояние, и какой-то возник мир в сердце апостолов, учеников Иисуса Христа, потому что написано, что они единодушно были вместе и в молитве пребывали. Но вот то состояние или то, те события, которые произошли, я думаю, что они, конечно же, отразились на их, ну, на их внутреннем состоянии. Ну вот наступает этот праздник, День Пятидесятницы. В этот день, по повелению Божьему, все люди, весь мужеский пол должен был собираться для поклонения на праздник, для того, чтобы поклониться Господу. В этот день они приносили праздник, это был праздник первых плодов, или праздник урожая, праздник жатвы. И знаменательно, что в этот день, мы читаем, после проповеди Петра, покаялось около трех тысяч, написано, человек. Это знаменательно тем, что как люди, осознавая свою зависимость от Бога, приносили первые плоды и благодарили Его за эти плоды, которые уже Бог им дал. Так и в этот день, когда родилась церковь, это были первые плоды. Около трех тысяч человек, которые примкнули к церкви, написано, единодушно пребывали в молитве, преломляя по домам хлеб и так далее. То есть это люди, которые были как первый плод в этот день. И вот в Деянии Святых Апостолов во второй главе написано, «По прошествии дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Тоже особое событие. И я думаю, что это событие было очень важным для апостолов. Для того, чтобы они были еще раз удостоверены. Конечно, на протяжении этих сорока дней до вознесения Иисуса Христа он являлся им и убеждал, что это он. Он им рассказывал, объяснял, что ему надлежало пострадать. Об этом было сказано в Писаниях. Но это еще как одно подтверждение или убеждение их в том, что действительно Иисус Христос посланный от Бога Мессия. И вот в этот день произошли тоже особые события. Мы читаем, что произошел при наступлении Дня Пятидесятницы, они были все единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Ну, со звуками, я думаю, что мы иногда об этом даже не задумываемся, но звуки играют очень большую роль в нашей жизни. Допустим, мы слышим, полетел самолет, мы сразу понимаем, что самолет полетел. А это самолет какой-то военный, скорее всего, полетел, очень шумно. А это вот поезд поехал, это мотоцикл. И мы по звуку узнаем, идентифицируем тот или иной звук. И иногда мы на какие-то звуки даже не обращаем внимания, и если у нас спрашивают, а ты слышал это? А мы говорим, да нет, потому что мы просто не обращаем внимания на этот звук по той причине, что он для нас не важен в этот момент, и мы не обратили на это внимание. Но иногда мы настораживаемся наоборот. Если, например, мы слышим, кто-то зовет нас, именно мы знаем голос своего ребенка, когда он зовет, мы тоже можем идентифицировать, и мы настораживаемся тогда. То есть звуки в нашей жизни играют очень большую роль. И мы видим, что и здесь Бог использовал это в жизни людей для того, чтобы насторожить их, для того, чтобы они обратили внимание. И, может быть, даже в какой-то мере сыграть на их любопытстве, что же это такое. Звук необычный, который откуда-то принесся с неба. Но сегодня, может быть, мы бы и не обратили внимания, потому что звуков с неба мы много слышим. Самолеты летают, вертолеты летают, маленькие самолеты летают. Но тогда это, наверное, было особо, потому что это был звук с неба. Более того, этот звук наполнил, он как бы попал в одно место, в горницу, там, где были они собраны. Обычно все это происходит наоборот. Или если кто-то занимается какой-то работой, то мы там слышим тогда звук, исходит изнутри. Но звук, который появился с неба, и вдруг он оказался вот внутри этой горницы, где они находились. Таким образом, люди очень заинтересовались этим. Они, во-первых, услышали, и они по звуку могли прийти туда для того, чтобы посмотреть, что же там произошло. И таким образом, Бог собрал людей для того, чтобы апостолы им рассказали о великих и чудных делах Божьих. Им не пришлось собирать, ходить людей или там, послушайте меня, здесь послушайте. Нет. Это люди, которые сами собрались для того, чтобы услышать, ну, не для того, чтобы услышать, посмотреть, что произошло. Но и тем не менее, они услышали Божье Слово, которое говорили им апостолы. Поэтому мы видим, что этот шум, он был необычный. Таким образом, Бог привлек внимание и собрал людей для того, чтобы через это они могли услышать Божье Слово. Также дальше сказано, «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Когда-то в огне тернового куста мы знаем, что Бог говорил Моисею. И для Моисея это тоже было необычно. И он пошел посмотреть, что же там произошло, или что происходит, почему куст горит и не сгорает. И мы знаем, что Бог говорил ему из горящего куста. Мы также можем вспомнить столб облачный и столб огненный, который также был и как защита от войска египетского. Мы знаем, что это была защита, чтобы войско египетское не поразило израильтян. И через это действовал Господь. И мы также можем вспомнить пример, когда Илья сделал жертвенник, и он противостал против пророка Валовых. Сделал жертвенник, взял камней, взял дров, взял жертву, рассек тельца, наполнили это все водой, выкопали ров. И когда у пророка Валовых ничего не произошло, потому что не могло ничего произойти, то мы читаем, что Илья воззвал к Господу, и написано, огонь не спал с неба и пожрал все, и жертву, и дрова, и камни, и ров, и даже воду. Мы видим, что Бог таким образом через огонь проявляет свое присутствие или свое могущество, свою силу. И мы читаем о том, что вот языки огненные, как бы огненные, почили по одному на каждом из них. Я думаю, что это было свидетельство для самих учеников Иисуса Христа, для тех, кто там был собран. Это было свидетельство того, что они были посещены Богом таким образом, что Дух Святой видимым образом почил по одному на каждом из них. И это для них тоже было убеждением и свидетельством, что все, что с ними происходит, это не случайно, а это действие Духа Святого. И написано, исполнились Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Заметьте, что часто на этом месте строят какие-то утверждения по поводу религии или еще чего-то, но мы читаем о том, что они начали говорить на языках тех народов, которые были собраны. Туда собрались все люди, которые чтили Бога, которые пришли в этот праздник для поклонения, как мы уже сказали в начале. И эти люди, они говорили на разных языках. Вот вы знаете, раньше я не очень понимал, но когда вот я приехал сюда в Америку, я стал более понимать, заметьте, сколько языков здесь. Люди говорят на тех языках, на которых они привыкли говорить. И здесь много различий этих языков, много очень языков. Вот подобное, я думаю, что происходило там на празднике. Люди говорили на разных языках. И вот Дух Святой посетил их, и апостолов, и они начали говорить на языках тех людей, которые были на этом празднике, чтобы люди могли понять вот ту весть благую, которую Бог им хотел сказать в этот день. О чудных написано, о великих делах Божьих. И таким образом мы видим, что в этом празднике, вот с самого начала, что мы прочитали с Евангелия Иоанна, и вот даже до вот этого действия, когда Дух Святой сошел на апостолов, мы можем сделать такие выводы или заключения, что во всем этом мы видим Божью руку. Во-первых, через Иисуса Христа Он предсказал сошествие Духа Святого. Он ученикам Своим заранее сказал, что Дух Святой, утешитель Он придет. Потом Он сказал, чем Он будет заниматься, Дух Святой, что Он будет свидетельствовать об Иисусе Христе, что Он напомнит, наставит на всякую истину, что Он будущее возвестит, что Он обличит народ или народы о грехе. Он заранее сказал об этом. Также мы видим, что Бог излил Духа Святого на апостолов. Он собрал людей для слушания Слова Божия. Он наделил способностью апостолов донести и дал им возможность говорить на других языках, для того, чтобы нанести это Слово Божие и сказать о великих и чудных Божьих делах людям, которые чтили Бога, которые собрались для поклонения Ему. И более того, как уже вначале мы сказали, что Бог коснулся сердец этих около трех тысяч человек, которые примкнули к церкви или были первым плодом в этот день, день рождения церкви. Друзья, этот праздник тоже очень важен и для нас с вами. Как и апостолы в то время, так и мы сегодня, мы тоже запечатлены обетованным Святым Духом. Знаете, когда я думаю, как это запечатлены. Вспоминаю, когда в детстве еще мы ездили к бабушке в деревню, и там, знаете, в селе, кто держал гусей, кто там курил, кто что. И гуси сами ходили в лес, потом возвращались. И вот люди делали метки на своих гусях. Кто-то на голове там зеленкое, кто-то на крыле, кто-то где-то еще. И вот идут все одинаковые, там зеленые головы или там еще что-то. И когда они все идут вместе, но потом они расходятся по своим дворам. Люди вот так вот делали метки на своих животных, которые принадлежали им. Мы запечатлены обетованным Святым Духом. На нас есть печать Божья, что мы являемся Божьими детьми. И это великая для нас радость и привилегия осознавать и знать это. Также в это время, как и в те времена, которые тоже были сложны по-своему для апостолов, для учеников, в то время, когда было много лжеучений, всяких пророков возникало очень много, люди просто говорили ложь, что Иисуса Христа украли и написано «пронеслось» это слово. Помните, написано, что «пронеслось» это слово даже до сего дня. То есть это ложь, которая была такая громадная и в которую невозможно поверить, но она пронеслась. И вот было такое время. Знаете, наше время, оно тоже похоже. Я думаю, вы заметили потоки вот этой информации, разного рода роликов, пророков возникло много, которые вот поставят телефон там перед собой, начинают рассказывать о том, что будет, что уже случилось, что, знаете, вот наше время похоже, наверное, на то время. Я думаю, что вы не раз получали уже какие-то там от своих даже родственников, может, от друзей, какие-то ролики. А вот посмотри, смотри, вот что этот человек говорит. У меня возникает вопрос, а где были эти люди чуть-чуть раньше? Почему они начали говорить только вот сейчас, когда возникла такая ситуация в стране или во всем мире? Почему они не говорили чуть-чуть раньше? Вы знаете, Писание отвечает тоже на этот вопрос. Писание говорит о том, что в последние времена явятся много лжепророков, лжеучителей. В последние времена люди будут избирать себе учителей, написано, которые льстили бы слуху, а здравоучения принимать не будут. И вы знаете, вот и сегодня даже мне прислали ролик, я посмотрел, человек говорит такие вещи, которые, ну, ну, вообще, как возможно это слушать и верить в это? Очень много появилось. И я хочу сказать о том, что Дух Святой, Он как в те времена открывал, так и сегодня открывает нам. Через Слово Свое, Он открывает нам, что будет, то, как мы должны поступать, что мы должны слушать. Писание не призывает, и апостол Павел во всех своих посланиях ни разу не призвал о том, чтобы каким-то новшеством, а вот изменить учение. Он говорит, пребывай в том учении, в котором ты научен, в том евангельском учении, в котором ты научен. И предостерегает от того, что, говорит, ну, у вас как бы был Христос перед глазами распятый, почему вы уклоняетесь теперь в другое учение? Друзья, сегодня подобное время. Сегодня мы видим, я думаю, что ни для кого не секрет, но все мы видим, что появилось очень много всего этого. Я хочу предостеречь всех вас, чтобы вы вникали в учение, занимались этим постоянно, как говорит Писание, слушали Его Слово. И написано, оставайся в том учении, в котором ты научен, или в котором ты пребываешь, чтобы мы оставались в этом учении, чтобы мы, ну, как бы так сказать, интернетных пророков меньше смотрели, меньше вникали, а старались изучать Слово Божие. А тот же Дух Святой, который сошел когда-то, Он поможет нам понять это Слово. Он научит нас так же само. Написано об этом. Он научит, наставит, обличит. Он будет утешением для нас. Не кто-то, кто поставит там какое-то видео где-то и утешит нас. У нас есть утешитель, Дух Святой, который будет утешать нас и наставлять, и помогать идти по жизни, и знать, как нам нужно поступить. Поэтому, друзья, пусть нас Господь благословит, чтобы этот праздник, он действительно был перед нашими глазами очень ярким. Чтобы мы не просто праздновали, как этот праздник, который когда-то произошел. Я уже сказал, что этот праздник очень важен для нас тоже. Чтобы мы помнили, что мы запечатлены обетованным Святым Духом. Чтобы мы вникали в Писание, в котором Бог уже все необходимое для нас сказал. Мы не нуждаемся сегодня в новых каких-то пророках. Или в пророках, которые вот я в каком-то сне увидел, мне Бог открыл. Мы не нуждаемся в этом. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И мы должны обращаться к нему, как к светильникам, который сияет в темном месте. Чтобы действительно мы могли идти правильным, верным путем и не уклониться ни вправо, ни влево от этой истины. Пусть нас Господь в этом благословит, прославится в нашей жизни, чтобы действительно следовать за Господом в Духе истины. Аминь. Давайте помолимся. Слыша в мире весь о том повсюду, Властелин искупленной души, Святостью и славой озаренный За небесной церковью спешит, Как прекрасно чудное венчанье У престола Господа Отца, Где небесный король никого не Счастье и блаженство без конца. Как прекрасно чудное венчанье У престола Господа Отца, Где небесный король никого не Счастье и блаженство без конца. Торжествуй, наследница Христова, На Тебе спасенья печаль, Боссу и молись, и будь готова Господа желанного встречать. День придет, и встреча-то настанет На ладонях белых облаков, И небесно перед ним предстанет, Сохранивший верность и любовь. Как прекрасно чудное венчанье У престола Господа Отца, Где небесный король никого не Счастье и блаженство без конца. День придет, и встреча-то настанет На ладонях белых облаков, И небесно перед ним предстанет, Сохранивший верность и любовь. В Евангелии от Иоанна Господь Иисус сказал, что когда придет Дух Святой, Он не просто будет с нами, друзья, написано, что Он будет в нас, в каждом из нас Дух Святой будет, Христос обещал. И мы слышали слово, друзья, Что Христос, Дух Святой в нас, Для того, чтобы учить и напоминать. Друзья, как хорошо и как полезно, Когда нам в жизни дают хорошее напоминание, Когда нам напоминают вот среди этой нашей жизни, Суетной, такой земной, греховной часто, Как хорошо, когда у нас есть напоминающие нам О том, что мы дети Божии, Что Бог рядом с нами. Как хорошо, когда Дух Святой Напоминает нам о нашей цели, Что мы странники и пришельцы на этой земле. Как хорошо, друзья, когда мы Напоминаем мы Духом Святым о нашей цели, Что жизнь наша на небесах. И сейчас вот мы споем пение. Эти напоминания, друзья, Оно может быть в беседах каких-то, Напоминание Духа Святого может быть в проповеди, В каких-то наших размышлениях, А может быть просто в пении, Когда мы поем хорошие христианские псалмы, И через них вот Дух Святой напоминает нам О таких полезных, нужных нам всем вещах. Сейчас мы общим пением споем, Тоже с хорошим напоминанием, Что жизнь наша, друзья, Она здесь временная, А цель наша – это вечность. Общим пением споем Вечный край, таинственный, далекий. Вечный край, таинственный, далекий, Сердце так волнуется порой, Вот шагает путник одинокий, Что ему назначена судьба. Небо на земле так непонятно, Много неизвестно нам о нем, А душа немой тоской объята Ждет переселенья своего Ждет переселенья своего Жизнь земная призрачна, тумана Пролетит, как стая журавлей, И когда-нибудь совсем нежданно Вечность постучится у дверей. Небо на земле так непонятно, Много неизвестно нам о нем, А душа немой тоской объята Ждет переселенья своего Ждет переселенья своего Я глаза когда-нибудь открою Далеко в неведомом краю На колени стану сей душою И за все Иисуса обниму Небо на земле так непонятно, Много неизвестно нам о нем, А душа немой тоской объята Ждет переселенья своего Ждет переселенья своего Поздравляю вас с этим праздником Церковь Божия! Благодарю Бога, что можем собраться вместе! Хоть и не все, но вместе! Это большая привилегия, я думаю, в наше время, что мы можем собраться и иметь это общение вокруг Слова Его! Откройте ваши Библии, я надеюсь, что вы взяли с собой Священное Писание, когда пришли в Дом Божий, Потому что мы будем много читать из Библии, откройте ваши Библии к Деянию Апостолов, Деяния Святых Апостолов, 1 глава, мы прочитаем 8 стих, Деяния Апостолов, 1 глава, 8 стих, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой!» 33 года Иисус Христос жил на земле, и Он совершал Своё служение. И когда Он совершил всё, что было повелено Им Отцом, когда Его распяли, убили, когда положили гроб, и когда Он воскрес, И потом Он 40 дней являлся ученикам, и здесь Он прощается с Своими учениками и говорит, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой!» И Он обещал Своим ученикам, что придет Дух Святой, что Он не оставит их сиротами. И Он говорит такие слова, «Я умолю Отца Моего Небесного, и Он пошлет вам другого утешителя, утешителя такой, как я, но другой, который будет всегда с вами». И мы об этом слышали уже, Иисус Христос после этих слов вознесся на небо. Ученики остались одни, и они смотрели в небо, и так долго смотрели, что Богу пришлось послать два ангела и сказать им, «Вы идите, идите и ждите обещанного». И они ждут первый день, второй день, третий, неделю, больше недели, и десять дней они ждали. И вот в день Пятидесятницы сошел Дух Святой. И я хочу с вами посмотреть на действия Духа Святого не в жизни апостолов, а в жизни Иисуса Христа. Дух Святой сошел на апостолов, чтобы они могли продолжить то, что начал Иисус Христос. Иисус Христос начал служение, и Он это передает ученикам Своим. Но есть одна личность, которая была с Иисусом Христом на протяжении всего Его жизненного пути, и которая продолжилась с апостолами, и которая даже сегодня находится вместе с нами и в нас. И это личность Духа Святого. И я хочу посмотреть на пять моментов из жизни Иисуса Христа, где мы видим действия Духа Святого в жизни Иисуса Христа, и взять для себя примеры, чтобы мы могли продолжить сегодня, живя в 21 веке, продолжить то служение, которое Христос начал, когда Он пришел и установил Новый Завет. И ученики это взяли, и мы читаем всю книгу «Деяния апостолов», и мы смотрим на то, что совершили апостолы, как они перевернули всю Римскую империю. И это продолжалось церковью, которую врата ада не смогут одолеть. И даже сегодня это слово остается верным и твердым, что хоть что враг пытается делать с церковью, то он не одолеет церковь, церковь все равно будет торжествовать и стоять, потому что она построена самим Христом, а он непоколебим. Я хочу взять эти примеры, как Дух Святой действовал в земной жизни Иисуса Христа, чтобы мы могли взять сегодня для себя в этот день, чтобы мы могли продолжить это служение, которое начал Иисус Христос. Первый момент, который я хочу обратить наше внимание, это рождение Иисуса Христа. В Луки первой главе. В Луки первая глава мы знаем рождественскую историю, но иногда мы упускаем очень важную личность в этой рождественской истории. Я хочу напомнить нам всем. 35 стих, первая глава Луки. «Ангел сказал ей в ответ». Это когда ангел говорил с Марии и возвестил ей, что она будет иметь ребенка. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Дух Святой найдет на тебя. Дух Святой участвовал в рождении Иисуса Христа. Он там был. Интересно, мы здесь прочитали, что сила Всевышнего осенит тебя. И мы, когда прочитали первую главу 8 стих Деяния, мы читаем, что когда сойдет Дух Святой на вас, то вы примете силу. Дух Святой всегда приходит силой. И это не разрушающая какая-то сила. Это, наоборот, созидающая сила. И здесь мы видим, при рождении Иисуса Христа Дух Святой сходит. Мы читаем, что это значит для нас. При рождении Иисуса Христа Дух Святой сходит и рождается, и зачатие-то, и мы говорим, что это непорочное зачатие. И святой Иисус Христос родился без греха. Мы все рождаемся с грехом. Иисус Христос родился без греха, потому что зачатие было от Духа Святого. И оно святым наречется и будет Сыном Божьим. Что это для нас значит? Однажды Иисус Христос имел очень интересную беседу. Она записана в Иоанна 3 глава. Иоанна 3 глава, 5 стих. Иисус очень важные слова говорит. Иисус отвечал. Это Никодиму Он говорит. 5 стих, 3 глава Иоанна. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды, и Духа не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух». Для того, чтобы нам продолжить то служение, которое Иисус Христос начал, мы должны быть рождены от Духа. У нас должно быть возрождение. Без возрождения мы не можем продолжить то служение, которое начал Иисус Христос. «Надо родиться от Духа». У нас должно произойти возрождение. Должно быть настоящее возрождение. Есть люди, которые пытаются имитировать это. И в последнее время будут такие люди. И мы слышали о лжепророках, лжеучителей и лжехристы будут, как говорит нам Писание. Люди, которые будут пытаться имитировать Христа. Они будут все знать о Христе. То, что Он делал, то, что Он совершал, все чудеса. И даже будут пытаться имитировать чудеса Иисуса Христа. Но это будут лжехристы. И Писание нам говорит, что мы должны остерегаться этого. И люди без возрождения пытаются имитировать Христа. Но нам Писание говорит, что мы должны быть рождены от Духа. И тогда Дух Святой будет производить работу в нас, преображая нас в образ Иисуса Христа. И нам не надо пытаться имитировать Христа. Дух Святой будет научать нас, как поступать, как Христос это делал. И это мы должны пройти вот это возрождение, чтобы исполнить или продолжить то, что Иисус Христос начал. То служение, которое Он начал, мы должны это продолжить. Я хочу обратиться к родителям. Верующие родители, как часто вы разговариваете с вашими детьми о возрождении? В каком возрасте вы начинаете с ними говорить о том, что им надо родиться свыше? Может, двенадцать, тринадцать? А может, мы опаздываем? Может быть, надо раньше говорить им о возрождении? Когда они рождаются? Когда им годик, два, три, пять лет? И сеять это семя, что им надо родиться свыше? Без этого вы никогда не войдете в Царство Небесное. И напоминать им. Писание в Ветхом Завете использует такое слово, что мы должны, сидя, вставая, внушать детям. Indoctrinate. Если мы не будем внушать детям, то этот мир будет свою философию внушать им. И они будут в этом преуспевать. Но я верю в силу Духа Святого. Я верю, что когда Дух Святой приходит, Он приходит с силой и Он может возродить наших детей. И мы не можем ставить лимит на огречение на Духа Святого, что вот Он только в таком возрасте может возродить человека. Это может произойти в любом возрасте. И мы не знаем, когда Дух Святой будет говорить в сердце нашего ребенка. Но мы уже посеем это семя. И оно даст плод в свое время. Но мы должны сеять. И чем чаще, и чем больше сеять это семя, что надо родиться свыше. Надо родиться от Духа. Не только от плоти, а Духа еще надо родиться. Это первый момент. Мы видим действие, что Дух Святой был там при рождении Иисуса Христа. И нам надо родиться от Духа, чтобы исполнить то служение, которое Иисус Христос начал. Второй момент. Мы видим действие Духа Святой в жизни Иисуса Христа. Это при Его крещении. Мы читаем Луки 3 глава, 21 и 22 стих. Луки 3 глава, 21 стих. «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. И Дух Святый не шел на Него в телесном виде, как голубь. И был глаз небес глаголищей, Ты, Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». Мы видим здесь начало служения Иисуса Христа, когда Он явил Себя народу. Когда Он начал именно служить, Ему было около 30 лет, как нам говорит евангелист, что Он начал Своё служение. 30 лет до этого Он оставался с родителями, Он не являлся народу, и здесь Он выходит на Своё служение, которое Он будет совершать 3,5 года. И вот здесь первое, что Он делает, Он идёт и исполняет правду, как Он говорит. И Он крестится от Яна, и это мы видим Дух Святой сходит на Него, и видим это помазание Духа Святого на Иисуса Христа в виде голубя. Мы читаем в первой главе Деяния Апостолов, 5 стих, чуть-чуть раньше, чем мы наш первый стих прочитали, Иисус Христос говорит, «Ибо Иоанн крестил водою». Он сам принял это крещение, но он дальше говорит, «А вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Сам Иоанн, когда он крестил, он говорил, «Я крещу вас водою», а он, говоря об Иисусе Христе, будет крестить вас Духом Святым. Это следующий момент для того, чтобы нам исполнить то служение, которое Иисус Христос начал. Мы должны быть крещены Духом Святым. Мы должны быть крещены Духом Святым. Некоторые люди начинают путать это с чем-то другим, но мы видим в Писании, что крещение Духом Святым это погружение в тело Иисуса Христа. Откройте ваше Писание 1 Коринфянам 12 глава. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним Духом, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Иисус Христос крестил нас Духом Святым в свое тело. Иисус Христос крестил нас Духом Святым в свое тело. И это есть крещение. Крещение и возрождение это две разных вещи, но они происходят в один и тот же когда человек возрождается, он крещен Иисусом Христом Духом Святым в его тело. Это разные моменты, но они происходят в одно и то же время у человека. Когда человек принимает Иисуса Христа как своего личного спасителя, он возрождается и погружается в тело Иисуса Христа, и теперь Дух Святой живет в этом человеке, и теперь этот человек уже не свой, он принадлежит Иисусу Христу, и как в Библии написано, что тело уже храм Святого Духа, и уже человек не свой, он погружен в тело Иисуса Христа, и тогда человек может продолжить то служение, когда Иисус Христос начал, когда он погружен в тело Иисуса Христа, и мы все составляем это тело. Мы видим, что Иисус Христос, на Него Дух Святой сошел, и мы должны быть крещены Духом Святым, чтобы исполнить то служение, которое Христос начал. Мы идем дальше, где мы встречаем еще действия Духа Святого в жизни Иисуса Христа, и как раз после Его крещения мы читаем в Луке 4 главе Иисус Христос идет в пустыню. Я хочу прочитать этот стих Луки 4 глава 1 и 2 стих. Луки 4 глава 1 и 2 стих. Иисус исполненный Духа Святого возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И потом там приступил к нему Сатана и искушал его. Но мы видим, что Дух Святой ведет Иисуса Христа в пустыню, где Он, Иисус Христос, будет искушаем сатаною. И Он будет находиться в посте не ев и не пив 40 дней. И потом будет искушение от Сатаны. Что это для нас значит? Это значит, что Дух Святой Он не будет нас забирать из искушения. Но это значит, что Дух Святой будет с нами в искушении и проведет нас через искушение. Мы читаем Галатам 5 глава 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не подзаконны». Мы читаем Римлянам 8 глава 14 стих. «Ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи». Дух Святой иногда будет нас проводить через испытания и искушения. И вот здесь очень важно, чтобы в тех моментах, когда мы проходим искушения, и плоть, и дух у нас идет война, чтобы мы слышали этот голос Духа Святого. А он очень тихий. И он говорит нам, что делать и как поступать, потому что все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. И он направляет нас, и как нам надо поступать в той или другой ситуации, когда нам приходит искушение, потому что нас постигает искушение иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит нам быть искушаем сверх сил, но при искушении даст избавление. Бог даст избавление в искушении через Духа Святого. Что делал Иисус Христос в искушении? Он цитировал Слово Божие. Дух Святой в искушении нам напоминает Слово Божие. И это наше избавление. Это наш выход с любого искушения. И Дух Святой напоминает те стихи, которые нам именно нужны для того искушения, которое мы встречаем в жизни. И Дух Святой проведет нас и выведет нас из искушения и поможет нам. И мы читаем Римлянам 8 глава 26 стих. Так же и Дух Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. Сам Дух подкрепляет нас в немощах нашим. Ибо мы не знаем о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Сам Дух помогает нам в молитве, когда мы не знаем как выйти из ситуации, о чем вообще даже молиться и просить у Бога. Дух Святой ходатайствует о нас и помогает нам в наших немощах. Интересно, как вы думаете, когда Христос вышел из поста 40 дней, не Евы, не Пил, пройдя эти искушения от самого сатаны, как вы думаете, каким он вышел? Слабо? Нет, мы читаем 14 стих Евангелия Луки, 4 глава, 14 стих, «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». После своего искушения Иисус Христос возвратился в силе Духа. Когда мы переходим искушение и побеждаем искушение Духом, мы становимся сильнее. И тогда мы можем продолжить то служение, которое Христос начал здесь на земле. Когда мы побеждаем искушение, мы становимся сильнее, и мы можем в силе Духа продолжить это служение. И это подводит к нашему четвертому моменту, где мы видим действие Духа Святого в жизни Иисуса Христа, и это в Его служении. Это в Луки, 4 глава у вас открыта, мы читаем 18 стих, что дальше продолжает Иисус делать. И Он приходит в синагогу и читает, и Он читает место из Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Дух Господень на мне». Слова Иисуса Христа. Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать. Это слова Иисуса Христа. И Он продолжает свои действия, и когда Он начал изгонять бесов, то некоторые фарисеи начали говорить, но Он это делает силою Вельзевула, князя бесовского. Иисус Христос говорит, нет. Он говорит, не силу это я изгоняю. И Он Матфея 12-го 28-го стих говорит, «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царство Божие». Они спрашивали, какой силой Он это делает? Он говорит, я силою Духа это совершаю. Иисус Христос совершал служение Свое, изгонял бесов, изсталял больных. Это не просто Он делал, потому что Он был Бог. должны помнить, что Он был в человеческом теле. И то, что Он совершал, Он совершал силою Духа Святого. И Он сам говорит, я сам не творю от себя самого. Я делаю то, что сказал мне Отец. Я творю дела, которые Отец делает. Это не я от себя делаю. Это Дух Святой, который совершает эти чудеса. Который изгоняет бесов, который исцеляет. Это сила Духа Святого, которая проявлялась через жизнь Иисуса Христа. Что это значит для нас? Когда человек проходит момент возрождения и крещения Духом Святым, то Дух Святой ему дает дар, который человек может использовать для того, чтобы продолжить это служение Иисуса Христа на земле. И каждому возрожденному человеку дан дар Духа Святого. И этот дар есть у каждого человека. И у этого дара есть специальная цель, которую Бог дает. Он просто так не дает этот дар. Но специальная цель. И каждого человека есть это кто возрожденный. проблема в том, что мы не используем этот дар, который дает нам. А для того, чтобы использовать этот дар, нужно повиноваться Духу Святому. Иногда люди спрашивают, какой у меня дар? Начни повиноваться Духу Святому. То, что Дух Святой говорит через Писание. И ты увидишь, как твой дар будет открываться все больше и больше. И чем больше мы будем повиноваться в нашей жизни Духу Святому, тем Дух Святой будет больше открывать наш дар в нас, который Он Сам нам дал. Мы должны слышать голос Божий, слышать голос Духа Святого и повиноваться Ему, чтобы исполнить то предназначение, которое Бог имеет о нас. И Бог хочет, чтобы мы продолжили то служение, которое Христос начал здесь на земле. И для этого Он дает нам дары. И Он хочет, и мы читаем 1 Коринфян 2 12 глава 7 стиха, но каждому дается проявление Духа на пользу. И мы читаем целый список какие дары есть. И мы имеем это помазание от Святого Духа. 1 Иоанна 2 глава 20 стих. Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. Для этого нам нужно повиноваться. Повиноваться Духу Святому, чтобы мы могли использовать этот дар, чтобы Дух Святой мог этот дар открыть все больше и больше и чтобы было больше пользы для церкви, для окружающих и чтобы мы могли исполнить то служение, которое начал Иисус Христос. Последний момент, который я хочу обратить наше внимание, действие Духа Святого в жизни Иисуса Христа, это записано в Римлянам. В Римлянам восьмая глава. Здесь апостол Павел открывает одну истину, которую мы не встречаем в Евангелиях, где была жизнь Иисуса Христа. До этого момента мы смотрели на Евангелие, в основном в Луки, мы видели это действие Духа Святого. Я хочу посмотреть с вами Кримлянам восьмая глава одиннадцатый стих. Здесь Павел говорит очень интересные слова. Он говорит, «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим живущим в вас». Дух Святой воскресил Иисуса Христа, Его смертное тело, которое распяли, пригвоздив, которое было положено во гроб, Дух Святой Своей Силою воскресил Иисуса Христа, Его тело, и оно ожило. Это было действие Духа Святого. И Павел здесь разъясняет нам уже и говорит нам, что будет с нами, что в последний день Дух Святой, Который живет нас, Он воскресит наши тела. Для нас, верующих, возрожденных крещенным Духом Святым, Дух Святой дает утешение, чтобы нам не бояться смерти, не бояться болезни, не бояться смерти, зная и имея эту уверенность в Духе Святом, что смерть это приобретение. Что для нас смерть это не разделение, это приобретение. Потому что будет момент, когда мы, наши тела, воскреснут Духом Святым, Который живет в нас. Это будет славное время. И мы ждем этого времени. Я думаю, с последними событиями христиане чают, есть такое слово, чают это время, ожидают, ждут пришествия Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на эту землю и Он совершил свое служение. Он исполнил все, что было повелено Ему от Отца. Все исполнил. И Он это передал служение нам. И Он говорит, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями. Интересно, я когда читал этот стих, я думаю, я бы написал, будете свидетелями о Мне. Или будете говорить обо Мне и то, что Я делал. Но Он говорит, что вы будете свидетелями Мне. Я размышлял об этом стихе, почему здесь так написано, почему Духу Святому было угодно, и будете Мне свидетельствовать. Мы же не свидетельствуем о Иисусе Христе. Мы о Нем говорим, но Он говорит, что ваша жизнь будет столько похожа на мою жизнь, на жизнь Иисуса Христа, что будут люди говорить, это христиане, они похожи на Христа, потому что они живут по Духу. В них живет Дух Святой, который был в Иисусе Христе, и который сошел в день Пятидесятницы, и теперь живет в каждом возрожденном сердце. Да благословит нас Бог, быть исполненными этим Духом, провозглашая истину об Иисусе Христе в это время, чтобы все окружающие видели, что Дух Святой силен, что Церковь Божия стоит, и что мы провозглашаем Царство Небесное. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Друзья, братья и сестры, сегодня у нас такая важная и добрая христианская тема о Духе Святом. Сегодня братья проповедовали, и вы заметили, с чего начинается действие Духа Святого в нашей жизни, друзья? Заметили эту мысль? С чего начинается? Первое, чем вот брат последний проповедовал, начинается работа Духа Святого в наших сердцах с возрождения, то есть, когда Дух Святой привлек меня к покаянию, когда Он стучит в мое сердце и говорит, что я грешник и мне нужен Христос. Это работа и действие Духа Святого. Через это мы примиряемся с Богом, друзья. Поэтому в наших собраниях мы всегда призываем, что если вы слышите действие вот этого Духа Святого будьте к этому внимательны, это действует Дух Святой. Я бы хотел сегодня, может быть, в нашем служении, в нашем собрании есть люди, которые хотели бы покаяться. Может быть, сегодня Дух Святой стучит кому-то. Если вы знаете, что вам нужно покаяние и вы чувствуете и понимаете, что это Дух Святой, что это Бог через Духа Святого действует в ваших сердцах, сегодня можно выйти и мы с вами помолимся. Если есть такие души, друзья, которые сегодня посетили наше служение и хотели бы покаяться, Будьте внимательны и послушны Духу Святому в этом. Вы можете сейчас выйти, когда мы будем, может быть, прямо сейчас, когда мы будем петь последний псалом, можно выйти сюда, и мы с вами помолимся. Если есть такие души, время для вас, друзья. Мы будем с вами молиться. Вы знаете, встречаясь с некоторыми верующими, но они другой христианской динаминации, они иногда нас упрекают за то, что мы, они говорят, у вас все хорошо, вы молодцы, но вы, говорит, как-то не уделяете много внимания Духу Святому. Друзья, я не соглашаюсь с такими утверждениями, потому что мы о Духе Святом проповедуем, да? О Духе Святом мы поем, мы сегодня, у нас много песен о Духе Святом. Мы молимся во имя Духа Святого, да? Мы говорим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Дух Святой, друзья, это тот же Бог, это вот третья ипостась нашего Господа. И вот мы вспоминали сегодня великое событие, когда вот на нашей земле Бог начал действовать Духом Твоим Святым, создал Церковь свою, образует ее, содержит ее, хранит ее посредством Духа Святого, действия Духа Святого на этой земле, друзья. Сегодня мы слышали, как Дух Святой действовал в Иисусе Христе, как Дух Святой действует в человеках. Вопрос, друзья, для нас сегодня, я думаю, каждый был для нас ясен, вопрос, как Дух Святой действует во мне. В моем личном сердце, как проявляется действие Духа Святого, друзья. Как часто Дух Святой обличает нас, потому что это действие Духа Святого. Как часто Дух Святой меня лично утешает, вот в трудностях, в переживаниях. Как часто, друзья. Как часто Дух Святой научает меня, исправляет, как он жизнь мою меняет. Как часто, друзья, в моей личной жизни. Это было у первых учеников, это было в нашем Иисусе Христе. Дух Святой обильно действовал, и Дух Святой имел вот эту силу, друзья, воскрешать даже к новой жизни. Дал бы Бог, чтобы действительно действие Духа Святого было заметно и в нашей жизни. Чтобы действительно мы не только назывались, но были детьми Его, потому что в каждом Дитя Божии вот есть этот залог Духа Святого, который действует, который ведет, который освящает нас. А если этого нет, друзья, написано «проверяйте свое сердце». Может быть, мы угошаем Духа Святого, может мы не повинуемся Ему, потому что написано «Бог дает Духа Святого», и исполняться мы должны Духом Святым. Написано «повинующимся Ему». Может быть, я не повинуюсь Ему, может быть, есть те места в моей жизни, сфер моей жизни, которые нужно исповедовать, открыть, очистить, и только тогда Дух Святой начнет действовать в нашей жизни, друзья. А вот это напоминание, это утешение, это наставление, которое звучало, я думаю, каждому из нас сегодня. Помоги, Господь, чтобы действительно действие Божие через Духа Своего Святого было видно в нашей жизни, в нашей святой жизни, в нашем служении, как мы слышали, в нашем свидетельстве, чтобы действительно сила Святого Духа проявлялась в жизни каждого из нас. Сейчас помолимся, давайте, друзья, встанем, заключительной молитвой обратимся к Господу. Господь, благодарим Тебя сердечно за этот праздник, праздник, который случился две тысячи лет назад, но и сегодня, Господь, Ты так же действуешь, Ты так же милуешь, Ты так же долготерпишь, Ты так же действуешь в жизни Церкви. Благодарим Тебя за то, что Ты не оставил нас одних, но, уходя с этой земли, Ты сказал, что я пошлю другого утешителя, который будет с Вами во все дни до скончания века, который в нас будет, Господь. Мы благодарим Тебя за Духа Святого, который привлек нас к покаянию, который дает нам возрождение, который дает нам прощение, который помогает нам в искушениях, который дает нам дары, чтобы мы могли служить друг другу, Тебе и Церкви. Господь, благодарим за действия Твои в нашей жизни. Прости, Господь, где мы часто угошали, может быть, Духа Твоего Святого, оскорбляли Тебя, где были непокорны Тебе. Помоги все это исправить, очисти жизнь свою, чтобы действие Духа Святого было обильно в жизни каждого из нас, детяти Твоего. Благослови, Господь, всех нас, чтобы и в этой неделе действие Духа Твоего Святого было добрым свидетельством для всех людей и на всяком месте, где мы будем находиться и на этой неделе. Мы просим, чтобы Ты благословил всех нас, чтобы Ты благословил и усмотрел предстоящее служение, чтобы мы действительно укреплялись и были готовы к пришествию Твоему. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа добудется всеми нами. Аминь.